Ситуацию с возвращением жителей Неницкого округа, который сейчас отдыхает в Египте, на контроле держит лично глава региона Игорь Кошин. По его поручению во вторник состоится заседание комитета ЧС, посвященное теме возвращения земляков на родину. И вот по данным местных турагентств, на курортах Египта сейчас отдыхают как минимум несколько десятков жителей нашего региона. Путевки они привели еще до официального приостановления полетов в эту страну. Сейчас же билеты в Египет попросту не купить. Многие туроператоры убрали их с продажи. Что выбирают граждане в качестве альтернативы Египту или готовы ли ждать отдыха именно в этой арабской стране? Подробности далее. Полеты приостановлены во все аэропорты Египта. Отдыхающие временно не будут летать в эту страну, так гласит указ президента. Кроме того, указом президента предписано туроператорам воздержаться от продажи путевок в Египет. По данным туроператоров, Египет самое популярное место отдыха россиян. Сейчас жаркий сезон. Там находятся десятки тысяч граждан нашей страны. Среди них есть и жители Ненецкого округа. Их родственникам, впрочем, беспокоиться не стоит. Всех туристов обязательно доставят на родину. Это поручение Путина. Но что делать тем, кто только собирается на отдых? Путевки куплены и оплачены, а вылет в ближайшие дни. По закону, турфирмы либо должны вернуть полную стоимость путевки, либо предоставить отдых в другой стране, как это уже делает Ирина Жабская. На сегодняшний день самая популярная версия – это поменять направление. Такой туроператор, как Библиоглобус, предлагает всем отправиться на Кипр. Многие туроператоры уже в первую ночь, когда появился данный указ, отправили свои самолеты в Турцию. Повезло, в Турции этой осени тепло, плюс 27, люди даже купаются. Также некоторые туроператоры предложили посетить Таиланд, Индию. То есть те направления, которые людям будут удобны в данный момент времени. Сейчас, по словам руководителя турагентства, многие люди соглашаются лететь именно в Турцию. Во-первых, там тепло, во-вторых, безопасно. Если же человек решил вернуть приобретенную путевку, то ждать денежного возмещения придется очень долго – примерно 3-4 месяца. А те, у кого отдых в Египте намечен только на декабрь, и вовсе не торопятся обращаться к своему туроператору. На данный момент путевки в Египет даже сложно продать, потому что многие туроператоры убрали их из продажи, чтобы не было такого соблазна. Стоит еще вопрос по путевкам на декабрь, на январь месяц, на новогодние праздники, потому что еще есть сомнения, будут самолеты летать или нет. Люди пока не торопятся их аннулировать. Впрочем, это дело каждого, но, как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, полеты приостановлены не до окончания расследования катастрофы КГЛМ-Авиа, а до тех пор, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности полетов. Олег Котензейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.